СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЯ Уважаемые избиратели, вчера было прощенное воскресенье и никто к вам, православному народу не обратился. Я обратился, но не показали. Вот я вам сегодня к вам обращаюсь. Вместо них я у вас прошу прощения за все издевательства этих последних 20 лет, когда они незаконно разрушив Советский Союз, нам такую социальную политику устроили, что умерло уже 15 миллионов человек. А они памятники ставят Ельцину, Гайдару, называют их именами институты, какие-то экономические форумы. Это чудовищно. Но тем не менее, коль скоро прощенное воскресенье и сегодня пост, я его соблюдаю. Поэтому всю неделю я буду немножко в жестком режиме все говорить, ибо, как православный, единственный крещеный и венчанный. А они храмы разрушали. Они атеизм преподавали. Геннадий Андреевич, вот вся политика государства за последние 20 лет в пользу богатых. Бедные ничего не получают. Поставили этого Прохорова. Миллиардер. Это стыдно, чтобы человек на ворованные деньги стал миллиардером и говорит, что он альтернатива Путину. Тогда если он с воровскими деньгами альтернатива Путину, да Путин с чиновниками-казнокрадами, они билборды мои до сих пор не вывесили. Какая социальная политика? Какие выборы президента, когда Владивосток, Помолчите, Владивосток, Приморья, Саратов вообще билборды не вывесили? Нужен вопрос. А остальные поздно вывешивают. Поэтому прежде чем социальную политику решать, демократии нету. Грязь одна, произвол одна. Разве равные условия? Нас с вами сейчас никто не слышит. Все в трамвае. И в это время нельзя проводить. Специально сделали, чтобы нас 30% только могли посмотреть. 70% нас не видят. Вы согласны, что это антинародная вся социальная политика все эти 20 лет вплоть до сегодняшнего дня? Абсолютно согласен. Да, потеряли 15 миллионов человек, из них 14,5 миллионов русские. Более того, детей 7 лет на сегодня в два раза меньше, чем 18. Если посмотреть здравоохранение и образование, там, где реализуется социальная политика, они вообще дышат наладом и нет должного финансирования. Я вчера, кстати, проводил первый съезд детей войны. Их 14 миллионов человек. Те, кто отстоял у станка, кто работал в поле, кто обеспечивал и помогал нам победить в тылу. 14 миллионов человек для того, чтобы получили такие же льготы, как участники и ветераны войны. Для этого надо всего 130 миллиардов. Мы вносили 10 раз это предложение, чтобы помочь этим удивительным людям, у которых Гитлер отнял, по сути дела, детство, а сегодня воруют у них обеспеченную нормальную старость. Но самое трагичное складывается в здравоохранении. Сегодня мама, родив ребенка, получает жалкое детское пособие. Мы предлагали не раз, чтобы это пособие равнялось прожиточному минимуму, чтобы мама, родив ребенка, получила 50 тысяч, чтобы она из своего материнского капитала могла взять деньги для лечения ребенка. Ни на одно из этих предложений, ни Путин, ни его партия не пошли. И самое, конечно, неприятное, что в российской стране, где русский язык является языком мер национального общения, мы предложили в качестве социального примирения, важного шага, духовно-нравственного, чтобы праздник 6 июня, в день рождения Пушкина, учредить праздник русского языка. Даже на это сказали, у них нет средств. Слушаю Путина на стадионе, вспомнил и Есенина, и Лермонтова, а места русскому языку не нашлось и для праздника, и не нашлось в программе их министра, который выбросил русский язык, литературу и историю из главных обязательных предметов и пытается насадить совершенно чуждую нам систему образования. Так что нужна принципиально иная социальная политика, и мы такую программу подготовили, и надеемся, что избиратели ознакомятся и поддержат. Наш закон образования для всех вносит Нобелевский лауреат Жерес Алферов, Мельников, один из лучших специалистов, и Смолин. Это будет ответ на ту антисоциальную политику, которую проводят нынешние власти. Согласен. Но ведь смотрите, социальная политика губительная. Смертность выше рождаемости. Все это профанация с материнским капиталом. Сейчас обещают третий подарок делать за третьего ребенка. То есть среда. Условия отвратительные в нашей жизни. Люди убегают, уезжают, выбрасываются из окон. Вот мы с вами приняли закон о, так он называется, о защите детей от информации, вредно влияющей на психическое состояние ребенка. Что делает Единая Россия? Вводит в действие, мы приняли в декабре 2010 года, с 1 сентября 2012 года. Им зачем нужен год и 8 месяцев? Чтобы еще сотни детей погибли. Я объясняю зачем. Выпустили много всякой гадкой порнографии, продукции, которая вредно влияет по этому закону. По этой продукции мы первое место в мире занимаем. Это вообще полное безобразие. Разрушение детской психики. Это ведь не требует денег. Это требует воли снять со всех телеканалов, радиоканалов, любую информацию, которая вредно действует на наши граждане. Геннадий Андреевич, мы должны с вами резко выспить против Путина. Потому что нас критикуют, мол, они только о себе говорят, а боятся критиковать. Мы согласны Прохоров подставной, Миронов подставной. Миронов молодец. Вчера он обратился к избирателям голосовать за вас. Прохоров сегодня обратится голосовать за Путина. Эти подставные шавки уходят. В основном остаемся мы с вами. Коль скоро много покушений на Путина, мы понимаем, что это все игра, сказки. Но раз его жизнь в зоне риска, ему лучше сняться с выборов. Нет, пенсионер Путин уехал в Петербург. А мы с вами продолжим борьбу. И будет второй тур, кто-то из нас честно выиграет. Но давайте дадим обязательство стране, что мы уберем всех негодяев-губернаторов, мэров. Особенно ударим по такому, как Меркушкин. Давно его снимать надо. Просто жулик, на котором пробы ставить нет. Мы просим с вами, вы и я, обоих президентов, пять лет и ноль. Пожалуйста, отвечайте. Пятая политика отвратительная. Кстати, начиная с его правительства. Но Кудрина выгнали. Хотя бюджет в него живет. И поэтому бюджету в ближайшие два года нет денег. Ни на здравоохранение, ни на образование. Самое печальное из экономики 300 миллиардов. Из ЖКХ 100 миллиардов фактически оставляют страну без средств. А деньги прячут в чужих банках. Что касается конкретных кандидатур. Мы же с вами в насилии, в Думе. Чтобы срочно создать комиссию после воровских выборов в декабре. И направить первое в Мордовию. Где первый раз он всыпал 98% в урну Единой России. Теперь 92%. По сути дела, жульнично невиданных размеров захват власти. За это в любой стране дадут 10-15 лет. Он сидит и по-прежнему издевается над страной. Вел там феодализм. Мы просили проверить Тамбовскую область. Саратовскую область. Ростовскую область. Ничего похожего. Не хотят рассматривать. И не хотят более того рассматривать наши законы. Которые мы внесли по контролю за выборами. Суть их предельно проста. Все комиссии формируются на паритетных началах. Ни одного наблюдателя нельзя удалить с участка. И третье. Все бюллетени считают поименно. Вот у нас будет завтра заседание. Можно было в одном заседании принять. Выровнять ситуацию. В отметке получаем психоз, который нагоняется в стране. И обещание Путина. Седьмая статья путанная. И не желает ни с кем участвовать в дебатах. На этой неделе целая серия дебатов на Россия-1. Я надеюсь, что все-таки Путин отважится наконец прийти на дебаты с нами и с вами. С вами уже отказался. Нет, еще не отказались. Мы его приглашали. Песков сказал уже. С Югановым не пойдет. Теперь ждет Миронов и Прокоров. С кем он пойдет? С подставными, с зайчиками, которые будут поддакивать. Да, Владимир Владимирович. Да, вы хороший. Вы молодец. Ну, конечно, может быть, отдельные недостатки есть. То есть наглую будут подыгрывать ему даже там. Как подыгрывала вся страна. Чего он всех артистов собрал в свою поддержку? Кстати, Геннадий Андреевич, немножко и вас должен практиковать. И Путин, и Миронов, и Прокоров, и вы. Все, спортсмены и артисты вам нужны. Ну, у вас хоть один-два. А у них всю страну нагнули. Все кланяются и говорят, да, 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 лучше Путина нет. Лучше Сталина нет. Лучше Хрущева нет. Лучше Бреже, Ельцина, Горбачева. Геннадий Андреевич, что за страна? Отмечайте. Мы можем когда-нибудь спокойно избрать другого? Владимир Вольфович, самое поразительное в другом. Вся страна висит на одном жравом гвозде. Оказывается, вот уйди один человек, и все разваливается. Тогда возникает, что же за система власти? При которой уход одного руководителя, который 12 лет правит, и за 12 лет получил все основные результаты отрицательные. Первое место занимаем по вымиранию. Вы подчеркнули по психболезням. Наркотики. По смертность, по наркотикам. Как по коррупции. Да, по коррупции, по преступности, по авиационным катастрофам. И оказывается, если дальше не будет эта стабильность, вымирание, уничтожение, аварии, безобразие, то вся страна пропадет. С другой стороны, не желают представить программу, не желают участвовать в дебатах, не желают абсолютно заниматься производством. И начинают всех запугивать. Вот обратите внимание, газета «Не дай бог». В прошлый раз ее при Ельцине издавали в Финляндии. 15 миллионов тираж. Журналисты из «Коммерсанта» признали, что они занимались этой мерзкой, грязной подлянкой. По сути, пытались извиниться. Теперь «Не дай бог» издается в Смоленской. В Саратовской 9 газет, одна грязнее другой, издали на думских выборах. Сейчас заваливают этой макулатурой, этой мерзостью. Не нашли ни одного чиновника, ни одного начальника. Кто издавал правоохранительную систему, абсолютно этим не занимается. Я недавно провел съезд дольщиков. 150 тысяч семей обобрали, обманули, отняли деньги. Ни один чиновник не допрошен, ни один начальник не наказан, ни один глава, который подписывал право на строительство, не снят. И говорят, виноваты дольщики. Внесли это предложение, помните, в думу? Попросили Путину, ну ответьте вы своим правительствам, заставьте рассчитаться с людьми. Год маринуют, ждут очередных, наверное, выборов. Я считаю, что без смены этой команды и смены этой власти ситуацию в России исправить невозможно. Более того, я предложил состав правительства народного доверия. Там вошли представители всех ведущих партий. Можно было сформировать мощную команду и завтра исправить положение. Держит, Фурсинок, Сердюковов, Чубайцев, Держит, Кириенок, которые обрушили все отрасли и целое направление угробили. И говорят, что эта команда незаменима, уберите и завтра начнется коллапс. Ничего не будет. Без смены этой команды в стране нельзя навести элементарный порядок. Геннадий Ильич, но нам, мы должны сказать всей стране, что началось все в 1991 году. Не члены ГКЧП были путчистами. Путчист был Ельцин в Беловежской пуще, когда с другими, украинцы, там, белорусы, еще кто-то, 6 человек, незаконно расчленили СССР. Потом незаконно расстреляли последний советский парламент. И, наконец, провели приватизацию в обход последнего Верховного Совета СССР. Разграбили все. И сегодня Прохоров, дитя ельцинской преступной приватизации. Рядом с нами кандидат в президенты. Миронов, который стоял с Путиным на Дворцовой площади в 1991 году, с Собчаком, поддерживали Ельцина. Вы же не дали оценку этому. Вы понимаете, что преступление началось в 1991 году. Это одна группировка криминальная. И мы должны с ней бороться. Спасибо, господа. Геннадий Андреевич, теперь, пожалуйста, в вашу очередь задавать вопросы Владимиру Вольфовичу. Я прокомментирую. Совершенно согласен. Мы вносили в свое время предложение по импичменту. 22 тома лежит преступлений, которые совершили. Эта группировка, начиная от Чечни, где ухлопали 120 тысяч, разгром армии, растаскивание всего и вся промышленно-производственного потенциала, уничтожение 75 тысяч производств. И, к несчастью, продолжается. Владимир Вольфович, обратите внимание, вот это и вопрос. Я посмотрел, что собирается Путин делать в экономике. Значит, в ее бюджете для развития промышленности сельскохозяйства нет. На село, как был 1%, мизер так и остался. На промышленность как ничего не давали, так и не дают. При Путина закупка промышленной группы товаров увеличилась с 10 миллиардов до 140, а продовольственной с 7 до 35. По сути дела, всю страну посадил на нефтегазовую иглу. И продолжает этот курс. Скажите, почему он так держится за всю свою битую молью команда, которая доказала, что она не может заниматься реальным производством и нормально управлять? Почему не выгнали ни одного жулика, который сидит вокруг него и продолжает и дальше издеваться над честным российским народом? Кадровая политика самая нелогичная. Берут во власть только жители Санкт-Петербурга. Там много замечательных людей. Но нельзя с одного города взять и управлять всей Россией. Берут тех, кто когда-то служил в КГБ или служил в Петербургской мэрии. То есть три источника кадровой работы. Такого в мире не было никогда. Вот результаты. Естественно, спайна. Получается, петербургская мафия. Вцепились в горло России и не уйдут. Они не только 4 марта не уйдут. Они не уйдут от нас в 2018 году и в 2024. 30-й год они себе наметили. Может быть, в 30-м году они чуть-чуть потеснятся. Отсюда создана вертикаль страшной коррупции. Люди не специалисты. Говорят, торговый работник обороной, журналист оборонной промышленностью, врач-кардиолог коровами занимается, щитовод занимается здоровьем. Все они специалисты. В чем их? Зачем им нужны? Подхалимы. Подмахивать, поддакивать, молчать. И это страшно. В ЦК ГПСС хоть смотрели, секретарь обкова был, министр был, там, председатель облсполкома. Вы говорите, крупные промышленности. Прохоров с улицы, бомб с Красноярскими. Наворонными деньгами, кандидат в президенты, еще он альтернатива Путину. Он не стыдно так говорит? Если он с воровскими деньгами альтернатива Путину, то Путин это кто? Если он считает себя лучше Путина. Представляете, они даже пропаганду не могут поставить. Поэтому, естественно, ничего не получается. Смотрите, простой вопрос. Люди падают под землю в Брянск. Горят рестораны, гостиницы, дома-интернаты. Сосульки убивают человека каждый день. Каждый день где-то в России сосульки сбить не могут. Это что за власть? Значит, огромное количество самоубийств на первом месте. Они армии пообещали 20 триллионов. Вы думаете, они дадут? Ложь. Подыграть. Их нет, этих денег нет и не будет. Если бы были, не дадут. Объясняю, почему не дадут. Они давно уже нами руководит Вашингтонский обком. Камеру включай на меня. Вот так вот. Я говорю стране. Нашей страной 20 лет руководят из Вашингтона. Ельцина к власти привели из Вашингтона. Они приезжали ко мне. Та команда, которая привела к власти. Та вот дали команду из Вашингтона Ельцину помочь. В штабе одни американцы были. И деньги были американские. То же самое 1906 год. Владимир Ольфович, я извиняюсь. Американцы выпустили очень интересный художественный фильм. Так он называется «Ельцин». Я думал, хоть они промолчат и поскромничают, они полностью в художественном фильме показали всю команду, которая сидела вокруг Ельцина. Которая, собственно говоря, привозила деньги. Которая компостировала нам мозги. И которая нам навязала сегодня ВТО. И в результате мы потеряем последнюю обрабатывающую промышленность. В этой связи еще один вопрос. Вот сегодня, говорят, будем конкурентны. Будет все нормально. Скажите, 500 миллионов тонн нефти добавили. 250 продали за бугор по 2 тонны на человека. Единственная страна в мире из нефтедобывающих, где солярка и бензин стоят 30 рублей. Где электричество дороже, чем Европа и Америки. Где газ стал дороже, чем той же Америки, которая закупает газ и нефть по всему свету. Скажите, каким образом может наш малый, средний бизнес, наше производство с кем-то конкурировать, если, по сути дела, из бюджета ничего не получают, а цены вздули такие, что невыгодно ничего производить. Ни на земле работать, ни в промышленности, ни в малом среднем бизнесе. Почему Путин ничего не делает и не поддерживает наше предложение о национализации минерально-сырьевой базы? Объясняю. Мы в ЛДПР тоже считаем обязательно национализировать, веруть в руки государство. Государство слабое. Государство не всегда все умеет делать, но хотя бы все у нас будет оставаться. Все, что в частных руках, вывозят за рубеж. Почему? Вам, кто в погонах, я обращаюсь, ничего вам не дадут. Даже квартиры до конца не дадут. Потому что Москва ни с кем воевать не будет. Почему? У всех ключевых чиновников деньги там, 500 миллиардов долларов. Все там. Жены там. Дети там. И все заводы в офшорах зарегистрировали. Все деньги, такие как Прохоров, перевели в офшоры. Это еще 500 миллиардов. Вы представляете, у нас бюджет с вами 50 триллионов рублей. А вам, чтобы вы не подохли с голоду, 10 составляют. Еще 10 триллионов. Теневая экономика. Еще 10 криминалов. Все остальное я уже сказал где. То есть мы могли бы оперировать 50 триллионов. Пять раз больше. Потому что мы колония. Начиная с 91-го года. Почему устроили нам революцию так называемую? Чтобы Россию превратить в колонию. Завоевать невозможно. Коррупция. Ничего не дала им. Теперь они вот устроили нам вот такой вариант, когда мы все равно сами все увозим туда. Они коррумпировали, чтобы управляемые были все. У губернаторов там недвижимость. Почему они молчат? Почему фальсификация будет 4 марта? Геннадий Андреевич не боится. Ему хорошо. Второе место напишут. Они его боятся. Мы же договорились послать проверяющих. У нас уже 300 тысяч подобраны. Причем целый ряд общественных организаций, включая Лигу избирателей, договорились еще 200 тысяч послать. Вот сейчас всех приглашаю активно на контроль за выборами. У нас полная есть возможность каждый участок перекрыть. Обещают поставить веб-камеры. Ерунда. Да, правильно, потому что переписывать голоса будут в территориальных, без участков, без камер. А там нет наблюдателей. Начальники. Эти начальники отправят чуру лживые результаты. Этот наш так называемый старик Хатабыч, кудесник, напишет и снова скажет, все справедливо, все правильно, признавайте. Давайте еще раз всем заявим, что мы приглашаем всех на контроль, что мы поможем каждому, что мы направим туда своих журналистов, своих наблюдателей, своих юристов, свои телекамеры. В Москве у нас было 500 телекамер, на 486 участках мы выиграли. Я приглашаю вас всех и давайте вместе организуем этот контроль. Обязательно. Пойдите во все штабы ЛДПР. В каждом городе есть. Возьмите литературу. Разложите в своих ящиках. В подъезде хотя бы. И возьмите полномочия. 4 марта осталась неделя. Придите. Да позвоните всем, чтобы голосовали за меня. Есть мои сторонники. Геннадий Андреевич к своим обратится. У Прохорова нет сторонников. Ему припишут голоса, отобранные у меня и у Геннадия Андреевича. Миронов уже сдался. Лег под Геннадия Андреевича. А Путину они уже пишут 60. На самом деле 40, не больше. Опрос показал не 40. Даже 30 уже. Вот мне 32, 34, 27, 28. Они нам в декабре. Виктор же углавлял единую Россию. Он получил мандат от их съезда. В Владивостоке проиграли все без исключения Крува. Нигде больше 25, 27 не было. И так до Пскова и Калининграда. Сейчас надувают усиленно. Пытаюсь всех. Вот вам показываю, как они надувают. Вот последний график информационного обеспечения. Посмотрите, вот это Путин. Статьи, материалы, программы нет. На дебаты не выходят. Отвечать за содеянные не собирается. А вот всех свалили в эту кучу. Иногда, видите, выскакивает рейтинг кого? Прохорова. За миллиарды обвешали всю страну портретами. Миллиарды все наворованы. Все ваши деньги. По сути дела не собирается их хранить толком у себя дома. Еще и продал весь кобальт американцам. Сегодня невозможно без этого кобальта ни одной ракеты, ни одного самолета сделать. А его надувают для того, чтобы с правого фланга прикрыть все безобразие Единой России и Путина. Вопрос. А то получается... Вот я считаю, что нам вместе надо прямо... Они вас и здесь боятся. Нам вместе надо прямо... Коммунистов и Шаракова Арина за коммунистов. Владимир Вольфович. Она не случайно красную колпочку одела Владимир Вольфович. Вот именно. И все святые коммунисты. Под билеты ваши хранят. Это модный цвет иногда. Давайте, короткий вопрос, и я буду долго говорить. Что будем делать с налогами? 13% на всех налогах, в том числе миллиардеров, нигде в мире нет. Почему Путин прикрывает такое безобразие и не желает взять нормальный налог с тех, кто получает слишком много? Очень много наворовали. 3 миллиона граждан за 20 лет стали сверхбогатыми. 100 миллионов нищета, голь, рвань. Живем очень плохо. Вот чтобы эти 3 миллиона продолжали жить хорошо, и стоит жестко, 13% и все. Самый низкий в мире подоходный налог. И один со всех. Специально делается, чтобы удержать последних миллиардеров здесь. Ведь Прохоров сбежит после выборов. Ему не нужны эти выборы. Ему нужно бояться репрессий. Потому что все деньги в офшорах, он ничего оттуда не уведет. То есть признаки того, что власть работает на богатых, это нежелание сделать разные налоги. Чтобы платили до 10 тысяч, до 15. Можно вообще освоить налогов. Потом 5% налог, 10, 15. Самых богатых до 40%, до 60. Как во всем мире. Ничего не будет сделано. Потому что уже бесполезно делать. Говорят, налог на роскошь. А с кого брать, они все туда увезли. Там скупили дачи по 100 миллионов долларов. А американские миллиардеры распродают. Кризис. Невозможно управлять имуществом. Русские дурачки поехали и все скупают. У нас миллиардеров больше в Америке. Мы скоро перегоним и Нью-Йорк. По количеству сумасшедших и миллиардеров мы занимаем первое место. И я вам говорю, православные. Вы понимаете? Вы можете понять, что я единственный православный кандидат в президенты? Мусульмане. 40 лет защищаю мусульманские страны. Я обнимал Саддама Хусейна, Муамера Каддафи, Мубарика, Асад. А Москва сдает их, как сдает в Европе. Всех союзников сдали. Все свои базы позакрывали. А американцев пустили везде, в Среднюю Азию. Вот смотрите, простой пример. Боремся с Саакашвили. На днях спасли еще один памятник советским солдатам. Просто оберзительно смотреть невозможно. Но кто привел к власти Саакашвили? Москва. Кто развязал конфликт на Кавказе? Москва. Все, что произошло за эти 20 лет, все из Москвы. А потом нам говорят, надо кормить Кавказ. А не надо взрывать Кавказ. Пусть бы там жили, пасли скот, делали коньяк, который нужно покупать у них, а не в Греции. Издеваются. Ведь давайте туристическую схему сделаем. Вы купите кизлярский коньяк, вы купите шерсть, мясо. Дагестан будет работать. А вы все покупаете и не роботы. Будут рабочие места, будут средства. А вы еще русским говорите. Русский марш будет ходить сколько хотите. Никакое Люблино. Одно русского вокзала через Манеж на Красную площадь. Все разрешу вам. Никаких запретов не будет. Обещаю досрочные выборы. В Думу, Президента, свободная регистрация партии. Все свободы, свободная пресса, всех политических заключенных выпущу. Спасибо, господа. Время истекло. И сейчас каждый участник дебатов сможет обратиться к вам, уважаемые избиратели, со своим программным заявлением. Итак, на заключительное слово каждому участнику дебатов отводится 30 секунд. Геннадий Андреевич, пожалуйста. Уважаемые избиратели, выбор есть. Надо поддержать нашу команду. Это новый курс, новая политика, правительство народного доверия. Это выборы новой Думы в декабре текущего года. Это сильная, нормальная, народная власть и достойная жизнь каждому человеку. Я приглашаю вас не просто прийти на выборы, прийти вместе с друзьями и семьями. И не верьте, что говорят сегодня так называемые послушные средства информации. Выбор есть. Поддерживайте нашу команду. Спасибо. 30 секунд истекли. Владимир Вольфович, пожалуйста. Русские, все граждане России, казаки, вас расказачивали, вас расстреливали и сейчас с вами заигрывают. Не верьте этой власти. Вы им нужны просто так, для того, чтобы вас утихомирить где-то. Я вам дам оружие, все права дам. И дам под ваше распоряжение все национальные регионы. Наведите там порядок. Экология, грязная вода. Всё. Родители, у детей спросите, за кого надо голосовать. Нас пятеро. Ваши дети вам скажут, что голосовать нужно за меня. Спасибо большое на этот дебаты завершены. Я напоминаю, что в них принимали участие кандидаты на должность президента Российской Федерации Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Следующий выпуск предвыборных дебатов выйдет в эфир Первого канала завтра в 18.15. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok